Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый диалог». С вами я, Наталья Григорьева. Сегодня у нас в гостях группа «Садко» в полном составе. Замечательные, талантливые ребята. Давайте их поприветствуем. Ребят, привет! 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 Здравствуйте! Вряд ли в Люберцах вас еще кто-то не знает, но все-таки давайте представимся, познакомимся с нашими зрителями. Давайте начнем с вас, Владимир. Скажите пару слов себе. Владимир Макаров родился в селе Богородское Кольчугинского района, соседней Владимирской области. С 2005 года живу в Люберцах. Творю, пишу, все здесь у нас. Солист группы «Садко», кто не знает, в 2002 году группа «Садко» начинала организовываться, хотел сказать, да. Мы в 2002 году все познакомились, и в этом году нам 15 лет, как мы вместе поем. Независимо от того, в каких коллективах мы пели. Мы всегда были вместе. И да, вот 15 лет вместе. А группе «Садко» всего лишь 7 лет. Исполнилось 8 января. А ваканс тут два Александра. Александр Лихацкий. Здравствуйте. Александр Лихацкий родился в Бурле. Это такое село, находящееся в Алтайском крае, в степях. Родился зимой, в декабре, в лютый мороз. Вот, ну и в 14 лет переехал в Барнаул уже с родителями. И с роднёй вообще. И там, конечно же, пошёл в училище, как мы все, у нас примерно одинаковая история. А потом в 2002 году поступил в Москву, где мы им все вместе встретились на одном курсе. Да. Ну и, наконец, неукротимые кудри с баяном. Это тоже Александр. Здравствуйте. А я как раз представитель той скромной части населения нашей России, про которую говорят главное не что он говорит, а как он говорит. Поэтому я просто скромно скажу, что я кудрявый парень из Солнечной Республики Мордовия. Так, Владимир вот уже сказал, что 8 января, правильно, исполнилось 7 лет группе Садко. Вот если сравнить, ну получается, что познакомились-то вы раньше. Вот если 15 лет назад вы познакомились, какими вы были тогда, к чему вы пришли сейчас, что изменилось? Мы были молодыми. Мы были другими, мы были молодыми, да, правильно. У меня были длинные волосы у Александра Гвардина короткие. Мы поменялись чуть худее, чем сейчас. Мы пели другие песни. Мы пели фольклор, был ансамбль «Первый цвет», студенческий коллектив. Да, уже позднее мы стали петь авторскую песню, вот сейчас тоже поём. Но народные в нашем репертуаре тоже есть. Но они уже в современной обработке. Что за последний год самое главное для группы вы можете назвать? Какое событие было самым крупным? Диск, вот. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Расскажите, пожалуйста, пусть кто-нибудь из вас расскажет об этом альбоме. Ну, Александр Гвардин, я думаю, потому что он трудился больше всех над этим диском. Он, во-первых, всю музыку написал, потом всё лето его делал. А что там, там всё коротко, не ел, не спал и диск писал. Новые песни, которые долго ждали. Мы стараемся выпускать как бы с периодом два года. Ну, первые два у нас подряд, а потом через два стали выходить. Долго ждали, вот, наконец-то вышел. И впервые мы обратились к художнику. А как зовут художника? Да, это первый диск вообще, в принципе, вот мы такой коллектив, который делает всё, делаем всё сами. Сами пишем, сами сочиняем, ещё есть шутка, сами хлопаем потом себе. Вот, ну да, и этот вот четвёртый диск, это первый диск, где обложку делали не мы, и сведения делали тоже не мы. Ну, вы же участвовали как-то? Ну, конечно, непосредственно участвовали, да. Участвовали на создании обложки, что вот на ней сейчас изображено? Мы. Мы летим, мы где-то летим. А, кстати, вот крылатая тема, она у вас повсюду, и в песнях, и в альбомах. До этого диск был «Мы не птицы». А теперь крылья. А почему такая разница? Сначала не птицы, а потом крылья. Не факт, что будет продолжение этой темы. Ну, и как-то так пошло. Совпало. На крыльях любви мы творим, это всё делаем. Как Александр Бардин сейчас на концерте говорит, что, когда зрители нам хлопают в зале, говорят, что ваша любовь нас окрыляет на большие подвиги, на больше того, что мы можем писать. То есть вот это всё как бы вкупе, крылья. И мы на этих крыльях прилетаем ко всем, кто нас ждёт. Но многие, конечно, обижаются, докуда-то мы не долетаем. Но не везде мы можем пока прилететь. Почему? Ну, потому что ведь, как сказал Александр, опять-таки, что делаем-то всё мы сами. Да, и, к сожалению, на сегодняшний день пока мало организаторов, которые нас... Но это касается отдалённых. Городов таких, конечно, да. Близлежащие мы стараемся делать сами. Куда мы можем доехать на нашем микроавтобусе. Да, а пишут и из стран. Ну да, Казахстан, Германия. Давайте попробуем передать вам вопрос от зрителей, которые вот уже оставлялись вопросы в комментариях. Аноним из Республики Беларусь, из Минска, пишет, что обожаем группу Садко. Классные ребята. И вопрос, вот на концертах вы передаёте записки, я так понимаю, в зал, да? Нет, и нам передают из зала. Вам из зала, отлично. С вопросами, да? И какой был самый запоминающийся, или, может быть, весёлый, или глупый? Недавно, да? Недавно вышла маленькая девочка в Эдмерти. Соответственно, и мама у неё тоже ещё молодая, слава богу. А, да, да. И она сказала, моя мама просит спеть песню «Я когда-то была молодая». Да? Мы улыбнулись, но спели. Да, потом ещё... Мам не обиделся? Нет. Нет, она очень хотела, на самом деле, чтобы мы исполнили эту песню. Вообще, эту песню многие хотят. Мы её сейчас как-то убрали из концерта. Чё ж так? Ну, когда просят, мы стараемся как бы... То есть, стараются больше новые песни сейчас? Да, это вполне? Ну, конечно, потому что ведь группа «Садко» постоянно пишет, и хочется новые песни. Мы понимаем, что старые тоже любимы народом. Мы оставляем какие-то песни. Но всё-таки мы достаточно часто даём концерты, когда мы поём одно и то же. Нужно нам как бы тоже. Хочется обновесить всё время. Разнообразить, конечно, конечно. У нас стол ломится от песен, потому что в столе... Ну, в кавычках. В столе песен очень много. Стол больше, чем? Да, большой стол. Поэтому ещё много-много-много лет, даже если сейчас вот просто взять и остановиться, не писать, не сочинять ничего, а просто делать уже сочинённое. Нельзя так поступать. Не получится. Не будем. Если продолжать тему концертов, кто больше приходит, молодёжь или вот среднего возраста людей? Больше взрослый. Изначально всё началось вообще с устоявшихся взглядов, ну, с людей, с устоявшимися взглядами. Это, конечно, пожилые в основном. А сейчас мы всё чаще и больше наблюдаем, в первую очередь, молодых мам с детьми. И всё с каждым концертом тоже обращаем внимание на мужчин. На мужчин. Да, и причём стали уже такие истории до нас доходить, что мужчины приводят женщин, а это вообще дорогого стоит. Да. Тут нужно больше романтики исполнять. Ну, достаточно. Чтобы в министре не зря прибыл. Столько мнений, кто-то говорит, вообще медленно и не пойте, пойте одни быстрые, вообще у вас так классно. А как вот решаются такие вот, тут уж получается споры целые разгорают. А тут изначально пишут давным-давно, что лирическая песня – это ваш конёк. Ну, мнения разделились, они всегда будут, поэтому концерты состоят из лирических, из лесовых. То есть вы стараетесь то равновешивать? Ну, конечно. Хотя многие говорят, что в первой неделе не очень много лирики, но не знаю, как-то вот... Ещё нам стараются в коллективе девушек поставить, балет, музыкантов. Но, кстати, музыканты – это хорошая тема, и мы очень надеемся, что в ближайшем будущем мы всё-таки придём к этому этапу со своим музыкантом. А в неизбежье будущее, когда наступят следующая ступень? Это понятие растяжимое. Мы сами не знаем, когда, что произойдёт. Много колесите, да, по стране. Вот так же, как Пушкин с Лермонтовым, наверное, ездили на Кавказ, там, черпали вдохновение из народа, да? Вот тут же и Даль, наверное, для своего словаря тоже черпал всё из фольклорного такое. А вот вы где черпаете вдохновение? Просто разница лишь в том, что они туда ездили, а мы оттуда приехали. Да. Вот. Мы сами оттуда, мы сами из народа. Поэтому... У меня мама с детства пела. Черпнули и в Москву. У окошечка перед тем, как я ложусь спать, она пела какие-то народные песни. У Александра Бардина бабушка пела, мы её даже записывали, ездили когда в фольклорную экспедицию. Поэтому именно из народа мы очень тесны. Мы сами народ, а не какие-то там московские звёзды. Ну и, наверное, если бы мы не общались с народом, на самом деле, а мы общаемся с народом и не закрыты в соцсетях, то, возможно, было бы намного меньше идей и каких-то историй. А истории все в песнях наших, они жизненные. Они не выдуманные там. Ты на луне, а я где-то там в ядре земли, и мы там как-то встретимся на Северном полюсе. Увидя там, ты друг друга увидишь на журнале меня, а я тебя на фантике, жвачке. Да. Ну, какие-то нереальные. Тексты доступны. Они жизненные, люди их очень чувствуют. Ребят, ну, Коляш, мы... Мы эти чувствуем истории и видим, что происходит с людьми, на самом деле. И они этому нас впитывают. Завели разговор, действительно, о жизненности, о песнях. Давайте споем что-нибудь, что мы все говорим. Да, давайте. Мы что-то не за этим спешим. А у меня как раз Баянка. А вот и Баянка. А тема, Наташ, хорошая, потому что мы сейчас как раз про народ запомнили. У нас давно в репертуаре не было свеженькой народной песни. Да. И вот как раз она сейчас появляется у нас. А эту песню... Мы эту не пели нигде песню еще. А вот сейчас впервые споем. Пока она еще под Баянчиком. А, эксклюзив. Ну, мы надеемся, что в ближайшем будущем она будет звучать и на сольных концертах у посадков. Ее посоветовал Юрий Щербаков. Да пойте же уже. Милый друг, я тебя никогда не забуду. Нежных чувств я твоих не хочу огорчать. Пусть тебе так понравилась жизнь и другая. Сердцу своему я ему прихожу замолчать. Пусть тебе так понравилась жизнь и другая. Помнишь ли ты, как с тобою когда-то встречались и для нас в небе золотом звезды зажглись. И над рекою соломинная трель раздавалась. И в любви мы с тобою навек покрелись. Милый друг, пусть слеза твоих глаз не туманит. Я жила лишь одною твоею мечтой. Каждый день, каждый час я тебя вспоминала. Образ твой, образ твой предо мной как живой. Все прошло, годы быстро рекою промчались. Все прошло, остается лишь пройденный путь. Все прошло, а глаза твои те же остались. Все прошло, и былого назад не вернусь. Все прошло, а глаза твои те же остались. Все прошло, и былого назад не вернусь. Ребят, ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим. И я напоминаю, у нас в гостях группа Садко. Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию. Ребят, вот поступил вопрос, подписан Ирина. Пишет, где вы находитесь силой, чтобы так активно выступать, не халтуря, вкладывая всю вашу душу, и особенно выполнять такие высокие прыжки. Я хочу совместить этот вопрос со своим, потому что еще у вас находится время во время гастролей на короткометражке «Адуардина Сашки». Вот, когда находите время не только на музыку, чтобы прийти, выступить и упасть, а еще и на то, чтобы душу вкладывать в выступления и какие-то побочные делать. Ну, по поводу выступить и упасть, знаете, многие считают, что мы сильно очень устаем. Нет, мы устаем, конечно, лукавить не будем, но на наших концертах, вот вы были на нашем концерте? Вот, значит, будете скоро на нашем концерте, мы очень надеемся. И вы увидите вот эту атмосферу, потому что это что-то невероятное. Мы стоим на сцене, и столько энергии идет из зала, что можно, в принципе, вообще не спать. Включаясь. Чем мы и занимаемся на гастролях, мы почти не спим. А пока мы не спим, Александр Бардин делает короткометражки как раз. То есть времени хватает на самом деле. В принципе, это сейчас такая жизнь, что люди все время куда-то спешат и ничего не успевают. А если правильно распределять все, то все и успеваешь. Макар сейчас, наверное, подумал, ага, все время Бардин опаздывает. Есть такая у Бардина штука. Ну, хорошо, ответил, ладно, нормально. А вот еще один вопрос от Маргариты из Удмуртии, но живет, говорит, на Кубани. Обожаю вашу группу, кто придумывает костюмы. Костюм просто потрясающий. Вот, мне кажется, самый красивый костюм из Итлихацкий. Пусть расскажет. Лично мнение каждого. Для кого-то один, для кого-то другой. На родине Владимира Макарова. Завтра поедем мы туда же, в Кольчугино. За новыми. И новые костюмы там разрабатываются. Ну, вы как-то тоже выберете. Есть какие-то ваши задумки в этом плане костюмов? Всегда были наши задумки. Я бы полезен в эти задумки. Последний сейчас костюм, который мы... Ну, он не последний, надеюсь, будет. Краила Югина предложит нам сама. Это художник очередной. Да, очередной костюм. Потому что обычно мы то тряпочку какую-нибудь привезем, то пиджачок старенький. Переделай нам, пожалуйста, вот из этого что-то другое. Вот, а хотим сейчас поэкспериментировать, что предложит она сама нам. Потому что, как бы, вот то, что сейчас, это хорошо, но нужно что-то другое. Так что если на следующем концерте выйдем в шортах, извиняйте, это взгляд дизайнера. То есть вы, конечно, еще и дизайнеры немножко, да? Мы всегда вклинивались. Участвуем вообще. Ну, разумеется. Ну, говорят, ну не лезьте, пожалуйста, дайте свою работу доделать. Не отнимайте в нас хлеб уже. Потому что ни разу вы не увидите результат тот, который, ну, должен быть. Запланирован. Потому что мы свое, свое, свое туда привнесли. Ну, мы потому что шиберите это все. Тут руку поднял, она не поднимается. Она, ну, я же, ее нужно часто поднимать. Вот опять же, попрыгать-то на концерте, действительно. Вот эти, и так далее, да. Чтобы удобно это было все прыгать-то. Потому что если что-нибудь где-нибудь зажмет, так и не прыгнет так, как надо. Да. Хорошо, значит, еще немножко и дизайнер. Если по другим талантам пройтись. Вот Владимир пишет сказки, пишет книги. Расскажите, пожалуйста, о чем творчество в основном, и литературное? Я начал писать еще в школьные годы стихи. У меня их очень много. Потом так получилось, что Александр Бардин отыскал несколько стихов и написал песни для группы Садко. Но помимо текстов песен для группы Садко, я пишу детские стихи. Тоже чисто случайно получилось. Не знаю почему, но детская мечта была. Вышла первая, вторая, третья. И сейчас уже выходит шестая книга детская. Аж. Или пятая, уже забыл. Нет. Есть даже такая шутка, что Владимир Макаров в последнее время выпускает книжки чаще, чем Бардин КМБ. Вот, да. И сейчас в день рождения выйдет «Широкая масленица» детская книга с очень яркими картинками. И уже сейчас готова к работе с художником. Практически все готовит. Рашид Янов из Пензы. Прозой сказку написал не стихами. Терентий и Авдотьюшка. Но этой книгой, я думаю, порадую уже к Новому году. Очень интересно. Либо в следующем, в 2018. Я уже слышал. Да. Первый из всех. А вот Саша Бардин тоже пишет. Точнее, читает, наверное, папины сказки. Да, как они поживают там. Есть новые выпуски? Да, вот я как раз про это хотел сказать, что я мечтаю записать. Просто есть... Сейчас я сказки читаю, конечно. Не всегда я выхожу в трансляцию, и сразу люди пишут, почему вы не читаете. Если я не выхожу в эфир, это не значит, что я не читаю детям. Что дети страдают. Да. Просто в основном это через онлайн-трансляции. Да, сейчас существует масса приложений, которые я запускаю, и рядом дети в кроватке засыпают, а я читаю на всю страну, вроде и моим хорошо, и другим приятным. И вашим, и нашим. И вашим, и нашим, да. Но иногда я стараюсь, когда появляется время, опять же, киногастролик, записывать все это более качественно на камеру, потом это все монтировать с хорошим звуком. И вот стихи и книжки Владимира Макарова я хочу когда-нибудь уже сделать, озвучить их, и озвучить их, чтобы это было с видеорядом, ну, с картинками. Конечно, на мультипликацию не хватит времени даже у группы Садко на гастролях. Да, но с картинками можно заморочиться, и людям это нравится. Людям это нравится. Это часть нашего творчества, и поэтому как-то к ней, если людям нравится наше творчество, то и ко всему вот этому остальному они тоже как-то по-особому относятся. Вообще, на самом деле, эта идея очень хорошая, и даже если когда-то такая программа выйдет на телевидении, может быть, даже у вас, «Папина сказки» от Александра Бартина. Это будет великолепная программа на Люберинском районе. Возьмем на карандаш. А у Лихацкого какие есть скрытые таланты? А я тоже немножко пишу песни и стихи, и музыку. Он скромничает. У Лихацкого отдельный талант, вот мы пишем, какие-то песни нравятся больше, какие-то меньше, а Лихацкий пишет редко, но, как говорят, мелко. Ну, все вместе. Какие песни здесь зовут ваше творчество за вашим авторством? Как они? Ну, мы несколько только записали и поем. Это «Земля родная», «Мне не забыть», «Вечная любовь». Наверное, все. И пока все вы истанно. Следующая на гармошке будет, наверное. Тут, конечно, камень в огород Александра Бардина, потому что от него он пишет аранжировки, это я, и именно от него зависит, как скоро жизнь выйдет в жизнь. Поэтому у него песни, конечно, есть, и не одна, и не две еще. Но нужно найти время. Они у него отличаются. И я еще раз повторю, все его песни становятся настоящими хитами. Например, «Земля родная» – это чуть ли не самая популярная песня на Кубани, допустим. Удивительно. Поют коллективы, поют коллективы. Я вчера в Люберцах здесь, потому что я живу здесь, захожу в магазин, мне говорят, а вы Садко, да? Я говорю, да, я Садко. О, вы знаете, я люблю песню про маму. И, кстати, про твою вот говорили песню. Мне не забыть. На улицах уже узнаю все. Ой. Ребят, ну давайте, коли уж мы опять начали говорить о песнях, спойте что-нибудь еще. А мы… Гимн на ЛРТ. Мы остановились… Ну или что? Куплетик, спойте? Ну, на гимне ЛРТ. Недавно мы… Да, было сделано. …подписывали… Да, было сделано. Буквально на днях вы нам… Подарили… Угу. Ну что ж… Гимн. Пою, наверное… Пою, наверное… Пою, наверное… Любимым нашим любецам уже немало лет. Здесь разные народы испокон веков живут. И дети в нашем городе счастливые растут. Я у Наташинских прудов рассвет встречаю, И растворяюсь в середе счастливых дней. Но каждый день любимый ЛРТ включаю И жду хороших новостей. И жду хороших новостей. Но это не та песня, которую мы поем каждый день. Поэтому, да… Но каждый день я ее смотрю в 12 ночи. Потому что все-таки смотрите… Рука по пульту раз… Местный житель, да? Местный, да. Местный. А я сосед, Балашиха. Совсем рядом. Привет, соседи. Ну, Коля зашла речь действительно о Люберцах. А вот тут задают вопрос, когда приедете-то к нам в Люберцах? А мы не уезжали отсюда. Здесь же будет концерт. В Москве будет концерт. В Москве будет концерт. В Москве будет концерт. В Москве будет концерт. Да. Мария Владимировна? Мария Владимировна. Мария Владимировна. 19 апреля после Пасхи. Пасха 16-го, а 19 апреля в Москве. Поэтому и из Балашихи, и из Люберец, и со всего Подмосковья можно приехать на Каланчевскую улицу. Это метро Комсомольская. Очень удобно. В Мюзик Холле в 19-е. Всех ждем. Всех ждем. О Люберецком концерте мы же думали. Задумывались. В следующем сезоне мы, возможно, все-таки постараемся именно в Люберцах. Видите, вас ждут. Ждут. Потому что здесь есть любимые ЛРТ, и очень странно, конечно. А мы летели на крыльях любви уже. Да? Вообще. Летаем, летаем. Причем в Люберцах очень часто бываем. Вне концертов каких-то там. Это потому, что вот Владимир Владимирович. Мы из Люберец, мы уезжаем на все гастроли. У нас практически сортировочные пуссы. Сортировочные пуссы. Мы так называем. Ну, мы собираемся. У меня картина на первом этаже. Диски, книжки. Посмотрите, сейчас договоритесь. Вам фанаты набегут под подъездом. А мы не скажем. Какой картина? Они вообще и в Люберцах, короче. Что? О чем это я, да? Мы сами найдем фанатов, поклонников. Так недавно женщина напишет и говорит, видела, как вы ехали мимо Наташинской церкви на красной спортивной машине. Ух ты! Классно. А вы и сами не знали, да? Я бы сам проехался на этой машине. Но не я там был. Ребята, какие у вас отношения с поклонниками? Сколько они близкие? Близкие, но разные со всеми. Но хорошие. Мы стараемся держать какую-то грань. Ну и зачем и чем? Ну, причем не мы. Мы надеемся, что это люди должны все равно понимать. А люди, бывает такое, что как-то сразу как будто мы собственность и друзья. вот такое ощущение складывается. Хотя мы там… А так мы общаемся, это нормально общаемся. Они все хорошие люди. Они хорошие. Они просто начинают там, например, обижаться. Вот, например, мы куда-то едем. Почему вы не написали, что вы доехали или что-то там? Мы же не можем… Вы покушали. Я приехал. Я приехал. Я приехал. Я в Ижевске. Я в Ижевске. Вот. А так мы общаемся. Мы стараемся после концерта всех выходить и фотографироваться. Бывают некоторые моменты, когда мы не выходим. Я думаю, с пониманием должны относиться. Потому что все-таки работа на сцене. И концерт – это самое главное. Что мы дарим свое творчество. А ведь уже общение после концерта – это некое личное пространство, которое мы иногда пускаем, а иногда нет. Это нормально абсолютно. Ну что ж, мы снова приверемся на короткую рекламу. Напоминаю, с нами у нас сегодня в гостях группа «Садко». Это программа «Открытый диалог». Никуда не уходите. Мы скоро продолжим. Мы возвращаемся в студию. Хочу задать вам вопрос от Ирины. Написала нам на сайте. Как вы относитесь к тому, что многие народные коллективы поют ваши песни? Поют песни про розы и вишню, причем в вашей аранжировке. Ну, розы и вишни, во-первых, это народные песни. Их петь могут все кто угодно, как и наши все песни. Потому что у наших песен есть авторские права. Поэтому, если коллектив берет нашу песню, он должен понимать, что если он идет зарабатывать деньги, то он будет и отдавать. А так для себя, да ради бога, для чего они пишутся-то вообще? Вот. Но они, конечно, все авторскими правами защищены. Вишня и розы, народные песни, как я сказал. Те минусовки, которые люди находят в интернете, это люди сами делают. Потому что мы, когда создавали группу Садко, мы решили для себя, что мы не даем, не продаем свои минусовки. Поэтому люди пишут и спрашивают, мы вот так всегда и отвечаем. А в интернете вот там мы находим. А в интернете, пожалуйста. Это значит, кто-то написал, выложил, пожалуйста. Пойте. Или делайте свои. Понятно. А все-таки вот поклонники творчества вам посвящают? Может быть, какие-то тарят тоже тексты, какие-нибудь картины? О, много очень. Книжки. В Якшорбодье в Удмуртии вышла бабушка одна. Она вышла с таким вот свиток такой, у нее он вот так вот разводит. Она частушки. Я тут чуть-чуть прочитаю. Она написала частушки о Садко. Вообще частенько в последнее время стали посвящать стихи группе Садко. Не песни, а стихи. Выходят вот недавно в Кизнере, тоже в Удмуртии. Ну, активно сейчас Удмуртия активничает. В Коврове, во Владимирской области у нас есть, значит, две поклонницы наши и всегда выходят на сцену, всегда читают. Либо между песнями всегда записочка, какое-нибудь стихотворение, подводочка. К следующей, значит, песне. Обязательно какой-то четверостейшая. Да. А может так случиться, что… Ну, Нина Федорович много очень пишет, но у нас с самого начала нам посвящалось. Нина Федорович – это наш поэт, поэт группы Садко. Ну да, то есть это уже… Это уже как бы да, официально. Может так случиться, что вот ваш поклонник или поклонник напишет стихотворение, и вы споете его, если напишете песни. Не было таких еще прецедентов? Да было. Александр Павлович не писал. Просто есть, помимо папиных сказок и КМБС, еще есть… Как же? Я уже даже так давно не писал, что… Ну типа не для Садко он пишет песни, а потом они могут и в Садко перейти, на взгляд. Сашкин, Кучеряшкин, что-то такое. Ну, у меня вечно какие-то такие названия. Они игривые, да? Да. Частошки. Поэтому я как раз вот в этой своей рубрике в интернете выкладываю песни на стихи людей просто, которые присылают. Которые по тем или иным причинам пока, по крайней мере, не входят в репертуар группы Садко, но они вот исполняются. То есть много таких, да, даже песен? Да. Конечно, проще. Мы стараемся писать сами, потому что меньше проблем с авторскими правами. Конечно. Я поэтому не боюсь их выкладывать, потому что, как бы, это просто люди, да, которые неизвестные. Да, общие, да. Сейчас с этим все, к сожалению, вот так вот. Строго. Мы сегодня уже немножко говорили про курьезы, а мне это хочется спросить. Вот я все смотрю на это, это же баян, правильно? Да, правильно. Баян, красота, красота. Это аккредиона в моде с клавишами. Все, я специалист музыки все сразу. А вот приходилось ли экспериментировать? Кроме-ка, понятно, что используете народные инструменты, баян, балалай, какие-то необычные использовали на концертах или записи? Ну конечно. Ну какие были самые необычные инструменты? Я использую все, что... Шумит, гримит. Кастрюля. Вообще все, абсолютно. И мне иногда, вот я сейчас... Раньше же я сам все сводил, да? А сейчас мы сводили вот в студию у Агаты Кристи, и меня там звукорежиссер спрашивает, а это что за инструмент? А это я на стол положил там какую-то там дребезжалку, и вот на столе записывал, вот так вот стучал. Дребезжал. Дребезжал, да. И он такие треки обзывал, там дребезжалка, палка, скалка. То есть интересные иногда звуки получаются. Иногда я ртом записываю всякие звуки. Ну, кстати, вопрос, вот я задаю вопрос перед одной песней. Я говорю, люди добрые друзья, скажите, пожалуйста, вот Бардин на протяжении всего концерта играет на различных инструментах, на чем он будет играть сейчас? И из зала сказали, на нервах. Да, да. Жалко нервы, нельзя записать в аранжировку. Ну почему? Здесь понервничать, а здесь расслабьтесь. Кстати, про нервы, вот затронули вы чьи-то нервы. Ольга Олечка спрашивает, расскажите о вашей личной жизни, вы женаты? Ну личная жизнь, я думаю, она должна основаться. Это нам к Лихацкому вопросу? Вы женаты личной жизни? Да, у нас такие вопросы, к Лихацкому обычно. Просто вот этот вопрос, он на самом деле очень интересный, а вот когда создавалась группа Садко, и до сих пор это так продолжается, да, у нас был один женат и двое холостых. Так. Поэтому жениться нам сейчас сложней, потому что люди уже привыкли, что они холостые, делят Лихацкого и Макарова там на каких-то, значит, это мой, это твой, но тем не менее, дорогие друзья, жениться мы все-таки будем и создавать семьи. Выложишь какую-то фотографию там с девушкой, все, там разорвут поклонники, просто разорвут, что как это там, он выложил фотографии с этой девушкой, да кто она такая, ведь я-то вот, ага. Она, нет, личная жизнь, она должна оставаться личной. Она личная, причем я попытался выложить там, в капюшоне, в капюшоне закрыто лицо, пишет, может не надо, Саша, подумай, тебе рано, и всякие такие советы. А какие у него дети талантливые родятся потом, никто об этом не задумывается, продолжение группы Садко и так далее. Бландины, не бландины. Бардиновские, Маи, Лихацкого там, вот тебе новый состав группы Садко, продолжение. Вот тебе надо. Вот пишет нам, наверное, лингвист Геннадий, почему группы такое название, Большие Сад и Ко Маленько? Ну это все вопросы к Бардину, к Александру. В 2010 году он... Я крайний. Да, он крайний, крайний сидит сегодня. Всегда. Решил вот так вот. Ни с того, ни с сего, да? Мы подумали, и я решил. А почему нет? Но не понравилось нам сначала название на самом деле. Че к чему? Да, че к чему. Первая реакция, че к чему? Саня говорит, ну вот будет, да растем до театра, представьте, Садко, театр Садко. Да, но просто ребята говорили, что оно ни с чем не ассоциируется. А в принципе, когда вот коллектив только начинается, его еще никто не знает, любое слово, оно в принципе ни с чем не ассоциируется. Вот там Филипп Киркоров, допустим, сейчас, да, при этом имени мы уже там, например, мы знаем уже, что это высокий, красивый дядечка, который поет красивые песни, да? Ну, образ какой-то. А вот когда я вот 57 лет назад, например, при слове Филипп Киркоров... Утонули. Да. Привет. Если он сейчас смотрит, Фили. Понятно. То есть, ну, будет наращиваться, наверное. Конечно, да. То есть сейчас уже... Тогда были группы Садко или Садко. Вон сколько комментариев имя-то уже. Сразу? Гремит, гремит. Да, сейчас уже. Понятно, но первый раз вообще не слышал, что за название, наверное, что-нибудь дядьки с бородами там. Да. А потом уже как бы он стал, Саша, продолжать, там всякие пошли легенды, сад большими, такой маленький. Это мы уже стали потом... Гнесинка, в которой мы учились, находится внутри Садового кольца, что сокращенно Садко. В саду уживаются червячки и паучки, растут груши и яблони, там и так далее. Сад пороцветения, молодости, красоты и любви, о чем мы и поем. А какой это как бы компания? Сад... Вообще. Вообще. Сейчас новый смысл. Просто выкупал отсюда. Да, компания. Так, компания. Сейчас еще родится что-то. Садора. Или кто-то. Кто? Пам-пам. Да, мне позвонили. Ну что ж, ребят, вот грядет у вас... Компания садовников. Грядет у вас большая концертная программа скоро. И большой уже... Ну, уже идут гастроли, да, я так понимаю? У нас завтра мы уезжаем, да. А куда уезжаете? Владимирская область начинается, Кольчугин, Александров, потом мы переезжаем в Ярославль, Кострома, Иваново, затем опять во Владимирскую возвращаемся, Ковров, Владимир, у меня день рождения, 17 февраля, во Владимир концерт, потом мы отдыхаем. Опять случайно получилось. И в Муром. И в Муром. В Муром мы заканчиваем. А вот где уже успели побывать за последнее время, и какие впечатления от городов русских? Для нас Удмуртия это как родина, потому что там мы бываем по шесть раз в год. Да, она на первом месте. А почему так сложилось? А вот как-то так сложилось, не знаю. Пригласили нас сюда народная артистка Удмуртия Надя Уткина на Бурановский фестиваль, потом после Бурановского нас Зинаида Михайловна Никитина из Министерства культуры предложила проехаться с сольными концертами, ну и все пошло и поехало, как бы вот сейчас ездим. Там волна. Есть такое слово ажиотаж. Я вот когда в молодости капустой торговал на рынке, самое главное, ну это собрать вокруг себя толпу. Вот если соберешь, неважно, как хорошая тебе капуста или плохая, ты ее продашь. Ну ладно, песня к садку хорошая. Нет, я сейчас с песен не сравниваю. Не, на самом деле, это вот волна какая-то, потому что там реально, буквально в прямом смысле, драки происходят за билеты. За билеты, да. И Удмуртия это удивительная страна, где, я так называю, где билеты на следующий концерт покупаются сразу после этого концерта. То есть вот закончился у нас концерт, да, люди знают, что когда-нибудь мы все равно приедем. И идут сразу в кассу, не в гардероб, а в кассу бегут. И вы знаете, пишут эти песни, не песни, господи, песни, пишут нам, что на ваш концерт только прилигированы, и по блату могут попасть люди, а мы простые, что нам делать, а мы даже не знаем, чем помочь. Ты разобрали сразу? Саша Барди написал, да. Вам нужно подружиться с кассиром. Тут еще просит Рита передать привет Саранску. Ребята, Саранск рулит, помашите ручкой. Саранск, привет! Привет, вам не любили. Родина, привет! Мы скоро туда поедем. Мы поедем туда в марте. В Саранске концерты пока не будет, но будут концерты по району. Беспокойно Краснослободскому. Краснослободскому будет, пока решается дата. Либо в начале нашего тура, либо в конце. Балтайский край, привет, Родина, Сибирь. Мы с вами, знаю, что вы нас смотрели. В апреле поедем на Алтай. Олейск, Заринск, Барнаул и Новосибирск. Будут в начале апреля. А вот скоро же, совсем скоро, в апреле, по-моему, тоже будет большой концерт в Москве. Что ждет фанатов? 15 лет вместе. Что-то новенькое. Какие-то сюрпризы обязательно, обо всем ты не расскажешь. Все это придумывается на ходу, в поездках. И вот сейчас мы об этом активно. Импровизируем? Вообще. У нас, понимаете, часто вопросы дают, А вот что новое сейчас у вас в концерте? Или какие-то новые песни? У нас, понятно, что мы от сезона к сезону программу называем по-новому, потому что вроде как новый сезон с новой программой. Но мы песни пишем постоянно. И поэтому у нас песни меняются в процессе сезона. В процессе наших гастролей они меняются постоянно. Поэтому для кого-то это две новые песни, для кого-то это 12 новых песен. Например, мы поехали в этом сезоне новый, который в октябре начался сезон, там было две новые песни. Потом еще две, потом еще две. Сейчас в этом туре обязательно что-нибудь появится. Наверное. Ну что ж, ребят, давайте прощаться. Программа наша подошла к концу. Давайте скажите что-нибудь на прощание своим фанатам. Два слова буквально. Дорогие поклонники, не расстраивайтесь, не огорчайтесь, не грустите, а только улыбайтесь. Новый год уже прошел, но впереди лето. Лето – это пора счастья, цветения и улыбок. И мы, конечно, вам от всей нашей садковской души желаем, чтобы вы как можно чаще улыбались. Мы не прощаемся никогда. Дорогие друзья, до встречи. В любом из ваших городов, поселках, селах, деревнях мы обязательно с вами увидимся. Вы даете нам силы жить, творить и любить. Спасибо вам большое. Счастья вам! Мы вас любим! Под окном широким, под окном высоким, Лишня белоснежная цветет. Подойдет, посмотрит и в окно заглянет. Ничего за вишней не видать. Отдает старую голову, и вздохнет тихонько, К вишне возвращается опять. Отдает старую голову, и вздохнет тихонько, К вишне возвращается опять. Ты открой, родная, Открой, дорогая, Ай, ты открой, любимая, окно. Или ты не видишь, Или не замечаешь, Что тебя я жду давным-давно. Или ты не видишь, Или не замечаешь, Что тебя я жду давным-давно. Я сорву ромашку, Сяду погадаю, Ты скажи, ромашка, не дай я. Внимание! Ты скажи, ромашка, Любит ли Наташка, Любит ли хорошая моя? Под окном широким, Под окном высоким, Вишня белая снежная цветет. Мимо этой вишни, Прямо в эту пату, Парень, бравый, свататься идёт. А я, мимо этой вишни, Улет прямо в эту хату, Парень, бравый, свататься идёт. Ну что ж, спасибо вам большое, ребята. Уважаемые телезрители, это была программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях была группа «Садко». Ну а это была Наталья Григорьева. Всего вам доброго. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин